ВИВАТ ИСТОРИЯ Здравствуйте, дорогие друзья! У микрофона также я, Александра Ромашова. В конце выпуска у нас историческая викторина. Мы разыгрываем книги от издательства Витанова. А сегодня у нас герой программы Карл Маркс. Я надеюсь, Сергей, ты меня не будешь мучить сегодня основами диалектического материализма и материалистического диалектизма. По политэкономии у меня была тройка в институте когда-то. Ну что же делать? Я это плохо понимаю. Карл Маркс – исторический портрет. А, ну тогда другое дело. Ну, действительно, Саша, говорить о учении Маркса, которое верно, потому что, да, мы не будем. Мы не будем говорить сегодня ни об экономической идее Маркса, ни философских. Возможно, что-то политическое, скажем, да. Я попытаюсь сегодня про такую глыбу, такого матерого человечище рассказать с исторических позиций. Попытаюсь рассказать то, что вы, дорогие друзья, возможно, не слышали, а, возможно, это было сделано сознательно. То есть, какой он был по жизни? Ну, кстати, был какой-то хороший очень фильм, я помню, про их взаимоотношения с Женей. Карл Маркс «Молодые в годы», Лев Кулиджанов. Да, болгарин играл Карла Маркса. Я был в свое время в Армении, меня возили под Дилижан. За этот фильм, как там говорят, Лев Кулиджанов построил под Дилижаном большой санаторий и пансионат Союза кинопотографии. То есть, советский сестра спался, но он там остался. Очень на таком живописном месте. Там много зелени и прочее, прочее, прочее. Вот, ну, про Карла Маркса много разного говорили в советское время. И, конечно, мы, как советские дети, может быть, последнего поколения, Саша, мы, конечно, воспринимали это с детства. Ну да, многие даже считали, что Маркс и Энгельс – это один человек. Да, 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 да. Кстати, даже в Москве была улица около библиотеки имени Ленина Маркса-Энгельса. Посмотрим сегодня, поговорим о взаимоотношении. Ну, что говорит у нас энциклопедия, что Карл Маркс – это немецкий философ-экономист, основоположник научного коммунизма. Вот, я думаю, конец цитаты и достаточно про это, да. Звали его Карл Генрих Марс. Он родился 5 мая 1818 года. То есть, у нас в начале мая очень много разных праздников. День радио, день печати, день рождения Карла Маркса, ну, конечно, День Победы, Святого Георгия день, там, да, и прочее. Родился он в городе Трир. Трир – это западная Германия, имперские земли, так называемые, в приграничии, в приграничии с Францией. Там Майнц, Коблинц, Баден-Баден, которые так любили наши интеллигенции в свое время. Отец у него был еврей. А отец был еврей, он был адвокатом, и для успешной, возможно, для успешной карьеры он становится люто раненым. То есть, отец Карла Маркса, Генрих Марс, является выкрестом, да. Является ли выкрестом Карл Маркс? Такие вопросы, наверное, задаются, да. Нет, не является. Но он же его крестили в детстве. Еще раз. Его крестили, он родился уже в христианской протестантской семье. Он очень был уважаемый отец у Карла Маркса, его очень уважали в эволюционном суде Трира. И он пользовался там большим авторитетом. Впрочем, это на сыне никак не отразилось. Который ни во что не ставил собственного отца, в принципе, да. Карл достаточно быстро сторонился от семьи. И когда отец Генрих заболел, он написал письмо и попросил прийти на смертный Одр, да, поговорить перед смертью. А Карл Маркс категорически отказался это делать. То есть он мог, за ним не было преследований, тогда был 1938 год еще, да, и прочее. То есть вот он официально порвался отцом. Почему? На самом деле мы не знаем. Ну, может быть, какие-то историки об этом расскажут, да. И когда Генрих Маркс умер, сын так и не сподобился переехать на похороны. В принципе, он могилу отца так и не навестил в своей жизни. А у тебя каких-то предположений нет на этот счет? Почему так не сложилось с семьей? Ну, может быть, он его ломал в каких-то направлениях. Будь таким-то, да, учись сто-то, да. Но он будет буйным по характеру, Карл Маркс. А какие стихи он писал, будучи молодым, будет у нас время, я еще вам прочитаю. Я уже заранее боюсь. Господи, ну да. Что еще мы можем сказать? Значит, он в 1835 году, по окончании Трирской гимназии, Маркс поступил в свою Альма-Матер, Боннский университет. Сергей, мы часто слышим это словосочетание «Альма-Матер». А что это означает? Альма-Матер – это, ну, сейчас это значение тот университет, который ты закончил, или высшее учебное заведение, да. Ну, Альма-Матер с латинского, значит, кормящая богоматерь, кормящая мать. Почему такое название? Потому что, дорогие друзья, это произошло как раз от Бона. Вот у Карла Маркса, действительно, Альма-Матер была. И сейчас, если вы будете в Боне, он в Боннский университет учился, там, да, в старинном здании Боннского университета, на крыше установлена золотая богоматерь, которая кормит сына Иисуса Христа, да. Поэтому такая богоматерь называется Альма-Матер. Альма-Матер, так как все выпускники Боннского университета называли свой университет только Альма-Матер, откуда ты с кормящей матери, да, то теперь все высшее учебные заведения называются Альма-Матер. Оттуда эта традиция пошла, так называть. Вот, да, как раз от того, откуда он сам, да, не доучился, не доучился он в Боннском университете, пришел на последнем курсе в Берлинский. В принципе, в этом ничего такого не было, да, и Бонн, и Берлин находились тогда в Пруссии, то есть, и образование повлияло на него то и другое. Что он изучал, да? Ну, преимущественно философию и историю. В апреле 42-го года он получил степень доктора философии за диссертацию о различиях между натурой философии Демокрита и натурой философии Эпикура. В принципе, это нам совершенно неинтересно. Нет, почему это очень интересно, но совершенно непонятно. Вы находите, да? Я бы не сказал. Очень увлекательно. Ну, там не было никакой защиты, как я там защищался, да, предзащиты, да. Просто человек написал, и он стал называться доктором философии. Жена Карла Маркса, Женни фон Вестфален, выполняла, ну, она из старинной прусской аристократической семьи, она дворянка и настоящая немка, но они здесь узнали друг друга, ну, вот и полюбили. Понятно, что ни отец Карла Маркса, ни отец фон Вестфален не хотели этого брака, но они не поставили никого в известность. Ну, она была из более высшего сословия. Конечно, да. К тому же, как я поняла, она была красавица еще. Давайте так. Наверное, кто-то свадался. Красавица, не красавица, но любителя. Вы сами, дорогие друзья, найдете фотографию Жени фон Вестфален в молодые годы. Вот, и для себя решите, какая она, да, симпатичная, симпатичная, но она была верная Карлу Марксу. Она, как Надежда Константиновна Крупская, была секретарем, вела переписку с рядом деятелей международного рабочего движения. А у Карла Маркса дурной почерк, поэтому попытка стать чиновником для него провалилась, потому что именно почерк, да, тогда не было ни пишущих машинок, ничего. Такого было не нужно, да. У него было много ума, идей, образования, но почерк не получился. Саша, наоборот, Александр Дюмал, у которого ничего не было в своей жизни, ни грамотности, ничего, зато его взяли в чиновники, потому что у него был прекрасный почерк. Вот такие вещи бывают. У супругов было шестеро детей, трое умерли в юном и младенецком возрасте. Маркс частично гостил у благополучного Фрильха Энгельса в Манчестере, своего соратника, да, который все время ему давал деньги, но об этом еще поговорим. Так вот, жена писала ему, я здесь сижу без крова и хлеба, сижу и почти все глаза выплакало, и не найду помощи. У меня голова не выдерживает, я восемь дней крепилась, теперь не могу. Это пишет Женя, ну, о взаимоотношениях, чтобы было понятно. На что Карл отвечал. «Раз уж ты, моя бедная чертушка, жалуешься на суровые будни, то справедливо будет заметить, что я, по крайней мере, в идеале, тоже мучаюсь. Впрочем, я знаю, что ты наделена бесконечной стойкостью, и малейший приятный пустячок вернет себя к жизни. Надеюсь, на этой неделе, или самая поздняя, до понедельника, ты получишь от меня пять фунтов». Конец цитат. Потом Карл Маркс напишет Фридриху Энгельсу, «Для человека высоких устремлений нет большей дурости, чем жениться». Ну, как бы, оставим это Карл Марксу, да? Ну, мы еще раз говорим о его характере и прочее, поэтому фраза, думаю, достаточно понятная. Домоуправительницей семейства Карла Маркса была Елена Демут. Вот. Маркс ее за эти работы тоже наградил ребенком. А вот сын был Фредди в честь Энгельса, потому что Энгельс его признал за своего. Ну, он все делал, что Карла Маркс скажет, да? Он жил достаточно долго. Документами точно известно, что это действительно Фредерик Демут и его сын. В 1862 году случается еще один казус семьи Маркса. Неожиданно умирает служанка Марианна, которая им помогала. Как утверждают многие историки, от неудачного аборта. Ну, от кого, я думаю, тоже понятно. Да. Что же он делал, как он работал, да? Проводил целые часы в писании писем с просьбами о деньгах. Ну, то есть, дайте денег, да? То есть, типа, такие заявки на гранты. Нет, ну, я знаю таких людей, которые по сей день так работают целыми днями. Господи, да. Если мы, Саша, посмотрим с тобой письма Маркса Эггельсу, ну, это главная переписка его жизни, да? То каждое третье письмо дай денег. В ноябре 68-го года, когда Марксу было 50 лет, он в подарок от Эггельса получил постоянное жалование. Каждый месяц он получал стипендию в 35 фунтов. Ну, это примерно для нас 3000 долларов, современные деньги. А вот, на что деньги тратил Карл Маркс? Все объясняется довольно просто. Идеолог равенства и братства имел замашки эпикурейца, Саша. Он не мог вообразить своего существования без личного секретаря. Отдыха на респектабельных курортах. К тому же, Маркс, Саша, регулярно играл на бирже, неудачно, занимался денежными спекуляциями. Для известного экономиста это как бы странно. Ну, да. Карл исправно получал жалование. А вот, последний год перед смертью, мы просто знаем очень хорошо, где он был. Он съездил в Алжир, ну, тогда это Южное Средиземноморье. Аржантей, это где художники-фрессионисты, это Ренни Сен отдыхал. В Эве, Вентор, в Лазанне был. В Монте-Карлинге отдыхал, да? На южном берегу Англии. 28 апреля 1982 года, путешествуя по Алжиру, Карл написал Энгельсу, что пришел к парикмахеру и попросил обрить себя. То есть, Саша в 1982 году, он сказал, я начинаю новую жизнь. И сделал то, что не каждый мужчина способен. Он взбрил свою бороду. Кстати, когда он умирал, бороды у него уже не было. Из своих многочисленных поездок он пишет Энгельсу, что больше всего страшусь, что снова семейный скулеж, конфликты, травля вместо того, чтобы свежим, неснажимым настроением взяться за работу. То есть, семья у нее такая, да? Ну, давайте рассмотрим такой вопрос, Саша. Для нас он интересен и для нас он малоизучен. Карл Маркс и славяне. Как он относился к нашим предкам, да? Или к тем народам, которых так называют. Ну, давайте так. У него всегда была антирусская позиция. Маркс называл, например, Крымскую войну священной борьбой европейских наций. В одной из статьй он писал, что Кронштадт и Петербург нужно стереть с лица земли. Без этих городов, писал Карл Маркс, а также Одессы, Риги, Севастополя, у России нет шансов. Она бы превратилась в слепого гиганта без рук, который мог бы попытаться поразить врагов разве что своим весом. Ну, идею уничтожить Кронштадт и Санкт-Петербург, я думаю, мы знаем еще кто об этом говорил. Да, Маркс писал, что русские славяне – это контрреволюционная раса, раковая опухоль Европы. Народы, никогда не имевшие собственной истории, подпавшие с момента достижения ими первой грубой ступени цивилизации по чужое господство. Такие народы не имеют никакой жизнеспособности и никогда не достигнут никакой самостоятельности. Конец цитата. Что-то мне это уже другое, более позднее напоминает. Да, 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 да. Никогда бы не подумала. В Австрии, по мнению Карла Маркса, существует только три носителя прогресса. Это немцы, венгры и поляки. И потому они революционные. Миссия всех других крупных и мелких племен. А я напомню, чехи, словаки, словенцы, хорваты, сербы, западные украинцы. Миссия всех других крупных и мелких племен заключается прежде всего в том, чтобы погибнуть в революционной мировой буре. И потому-то они все контрреволюционные. Все эти маленькие, тупо упрямые. Штеркопфиген. По-немецки, да. Тупо упрямые национальности будут сброшены. Устранены революции с исторической дороги. Конец цитаты. Далее. Южные славяне уже тысячи лет, взятые на буксир немцами и мадьярами. На буксир это красиво, да? Только для того подняли в 1948 году на борьбу за восстановление своей национальной независимости, чтобы тем самым одновременно подавить немецко-венгерскую революцию. А они, все представители этих народов, контрреволюционны. Что можно сказать об этих фразах? А в каком этом году он писал? В 1948, когда была революция. Наверное, еще раз, сейчас скажу спорно, дорогие друзья. По своему темпераменту, да, мы знаем, что он был активный, пассионарный. Он такой, да, это, наверное, предки по его еврейской линии. Он от них взял, да. А вот по психическому складу, по ум и настроению он был совершенным немцем. Притом не просто немцем, а пруссаком. После франко-прусской войны 70-го года, когда в первом интернационале его пан-германизм стал вызывать толки, он с кодусом отвечал, да, я немец и хороший немец. Победа пруссаков в этой войне он называл в интимной переписке нашими блестящими победами. А Герцену, революционеру, европейцу, Марс сказал, что он меня лично не знает, что не имеет никакого частного обвинения против него, но находит достаточным, Саша, что вы русский, и при том русский, который во всем, что писал, поддерживает Россию. Добавил, что если вас не выгонят из первого интернационала, тогда Марс уйдет из этого интернационала, потому что там есть русские. Ну, и ему вторил Энгельс тоже, ну, если мы же говорим, да. Поистине, положение немцев и Мадера было всегда приятным, писал Энгельс. Если бы австрийским славянам помогли добиться своих так называемых прав, то тогда между Силезией и Австрией вклинилась бы независимая богема Моравская государство, ну, Чехословакия. Австрия и Штирия были бы отрезаны Южнославянской республикой от своего естественного выхода в Атриотическое море и Средиземное. Восточная часть Германии была бы из Кромсона, как обглоданный крысами хлев. Все это в благодарность за то, что немцы дали себе труд цивилизовать упрямых чехов и славянцев, вести у них торговлю и промышленность, более-менее сносное земледелие и культуру. С негодованием цитируются те же места из воззвания к славянам, где говорится о проклятой немецкой политике, которая думала только о нашей гибели, которая веками держала нас в рабстве. В мадьярах, ярых врагах нашей славянской расы, едва насчитывающих 4 миллиона человек, похвалявшиеся, что возложили свое ермо на 8 миллионов славян. Энгельс пишет с вывнущением, как упрекать немцев и мадьяр за их великую цивилизованную миссию? Ведь без них бы австрийские славяне остались бы глубокими варварами. Да и само слово «угнетение» вовсе не подходит для выражения характера взаимоотношения немцев со славянами. Да, Саша, вы правы, это очень похоже на какие-то фразы, которые были сказаны лет через сто, ну, восемьдесят. Славяне угнетались немцами не больше, чем сама масса немецкого населения. Конец цитаты. Что же до насильственной германизации, так ее просто не было. Немецкая промышленность, немецкая торговля, немецкая культура сами собой вели страны немецкий язык. Централизация – это прогресс. И вот теперь являются панслависты и требуют, чтобы мы уничтожили централизацию, которая навязывается славянам всеми их материальными интересами. Словом, оказывается, что преступление немцев и мадьяр против упомянутых славян принадлежит к самым лучшим и заслуженным признаниям деяниям, которые только могут похваляться своей историей наш немецкий и венгерский народ. Как видим, дорогие друзья, не все в советское время говорили про Карла Маркса и Фридриха Энгельса. Московия была воспитана и выросла в школе монгольского рабства. И после освобождения продолжала играть свою традиционную роль раба, ставшего господином. Чтобы стать господином над монголами, Московия должна была татаризироваться. Чтобы стать господином над Западом, она должна цивилизовываться, оставаясь рабом. То есть воспринимать технику западных народов, не заражаясь их идеями. Конец цитата. Россия завладевает горными крепостями Кавказа и умерщвляет героическую Польшу. Огромные и не встречающие никакого сопротивления захваты этой воровской страны, голова которой в Санкт-Петербурге, а руки во всех кабинетах Европы, указали рабочему классу на его обязанность самому овладеть тайной международной политики, следить за дипломатическими деятельностями своих правительств и в случае необходимости противодействовать ей всеми находящимися в его расположении средствами. В случае же невозможности предотвратить ее, объединяться для одновременного разоблачения ее и добиваться того, чтобы простые законы нравственности и справедливости стали бы господствующими нормами международной политики. Это часть общей борьбы за освобождение рабочего класса. Как мы уже говорили, Саша, после Франко-Прусской войны, когда немцы победили Францию, то среди коммунистов в первом интернационале началось недовольство прогерманской политикой и началось, как писал Макс, восстание романских секций интернационала. То есть против власти немцев в коммунистическом интернационале выставили представители Франции, Бельгии, Швейцарии и Италии с Испанией. В марсоведческой литературе это, ну, если мы прочитаем и вспомним, Саша, что мы проходили, это расстояние как борьба двух идейных течений. Как борьба бакунизма, то есть анархизма, да, с марксизмом. Но если мы почитаем немарксистских авторов, которые занимались этим вопросом, Саша, то они освещают совершенно по-другому эту ситуацию. Еще раз, пусть сами историки коммунизма освещают как угодно, да. Но есть и другие версии. Так вот, Бакунин на странице бруссельской газеты «Либерте» представляет смысл событий и борьбу в первом интернационале в виде реакции на пангерманистскую социалистическую мечту, родившейся в голове Марса и означающей германское всемогущество, сначала интеллектуальное и моральное, а потом и материальное. А Кропоткин, ну, тоже известный основатель анархизма, я думаю, Саша, у нас будет передача про анархизм, рассматривает борьбу бакуунистов с марксистскими как конфликт между латинским и германским духом. Позднейшие исследователи, не принимающие участия в борьбе и не связанные с одним из двух лагерей, усматривают корень распри не в столкновении социалистических доктрин, а в национальных страстях и противоречиях. На социалистические доктрины учения Марса существовал, как мы уже с вами слышали, взгляд на неисторические народы, что, понятно, представителями этих народов было немножко обидно слушать такие мысли, да? Между тем, что бы ни говорил Маркс, конечно, вот эта печать «Made in Germany» слишком ясно бросала до современников. Ну, а Бакунин пошел еще дальше, обвинил Маркса в иудаизме, что он пытается вбить идеи иудаизма, ну, мессианства, например, в коммунистическое движение. Был такой даже случай, что Михаил Бакунин вызвал Маркса на дуэль, потому что Маркса назвал Бакунина русским шпионом. Но Маркс от дуэля отказался. Как видите, высокие отношения. Да. Ну, немножко давайте про характер его, про работоспособность. У него была огромная работоспособность, он работал очень часто и много, да? Но у него была такая проблема. Он не мог закончить и довести все до конца. Вот если мы еще раз читаем, как источник, переписку Маркса и Энгельса, Энгельс пишет «доведи работу до конца, имеется работа над капиталом». Ну, не довел. Два последних тома «Капитала» были изданы посмертно, заботами Энгельса и не из его редактуры. Он писал, он такой был активный, но быстро отстывал. А Энгельс уже, глядя на что он писал, потом доделал уже и делал из него, как говорят в некотором языке, конфетку, что ли, да? Вот. Что еще можно сказать? Он постоянно болел. Все письма его этот, что он там, головные боли, воспаление глаз, невральгия, ревматизм, бессонница, нервное расстройство, которое философ пытался победить алкоголем и, возможно, наркотиками. Даже так? Да. Его мучила больная печень, которую он не щадил. Но он, любимая его еда была маринованные огурцы. Вот он их ел в большом количестве, а также копченую рыбу. И запивал это все ликерами и вином. Из-за дешевого, ну, из-за безденежной, которую мы уже сказали, да? Он все время курил только дешевые сигареты. Дешевые сигареты тоже, наверное, не приводят здоровье в порядок. У него был еще один диагноз гидроденит. Это фрункулез, фрункулы. Дерматолог Сэм Шустер в 2007 году провел ретродиагностику кожной болезни Маркса и указал, что болезнь кожи у него психо-социальные последствия от стресса и заниженной самооценки. По мнению этого ученого, могло бы влиять и на его научные труды, на философский взгляд. Болезни Саши углубили его и без того тяжелый характер. Он был резкий, даже грубым человеком, нетерпеливой критики, раздражительным. Никому не доверял, даже Энгельсу не доверял. Считал, что все они что-то думают о нем. Умер он от бронхита и плеврита. Умер он, когда ему было 64 года. 17 марта 83 года. Проводить его в последний путь пришло всего 10 человек. Ну, около, да? Тахаргейское кладбище в Лондоне. Если, дорогие друзья, вы захотите сходить... Дорогие друзья, я просто скажу, что я провожу экскурсию по разным городам. И, например, в Париже я считаю, что надо обязательно побывать на кладбище. Ну, по Эрла Шес я туда вожу. Ну, во-первых, там много известных людей. А просто через кладбище можно понять психологию и культуру народа. Ни на одном кладбище, Саша, платных нет. Единственное, куда надо заплатить деньги, чтобы дойти до могилы Карла Маркса, это могила Карла Маркса на Харгейском кладбище. Она платная. Автор капитала, да. Наверное, люди как бы на этом пытаются зарабатывать. Если вы говорите о отношении Хост с Энгельсом, то, наверное, конечно, это его лучший, ну, самый преданный союзник. А они когда подружились? Они подружились в 1947-1948 году, во время немецкой революции, когда Карл Маркс был редактором Новой Рейнской газеты в Кёльне. Вот они в Кёльне познакомились и начали писать. Да, Энгельс был из богатой семьи, у него был бизнес достаточно известный в Манчестере, в Англии. Вот поэтому у него проблем с деньгами никогда не было, и он всегда помогал. Ну да, наверное, с одной стороны, Энгельс любил как человека, как ученого Карла Маркса, да. Ну и второе, что он все время помогал ему деньгами. Наверное, для Карла Маркса две вещи были важны в Энгельсе. Первое, то, что он может, это писать что-то, да. И второе, конечно, финансы. А по завещанию Энгельса дочери Маркса, которые остались, получили по 200 тысяч долларов. Это очень большие деньги. Сам Энгельс умер в 95-м году. Но и детям тоже не пошли они впрок. Они были в папу, видимо, да. Но муж Элеоноры растерял ее долю наследства и на безживуюся пекуляция. То есть все деньги вложил и сразу пролетел, да. Лаура, это дочка, это у него был муж Поль Лафарк, известный французский коммунист. Ну, они тоже достаточно, какие-то деньги вложили в революцию, какую-то в политику. Жили они очень скромно, да. Ну, и потом покончили жизнь самоубийством в один день. Ну, Лафарк и Женя пробивал, что если революционер по возрасту и по болезням не может больше помогать революции, он должен умереть. И даже давали этот уровень 70 лет. И вот когда 70 лет Лафаргу исполнилось, а Лауре было 68, где-то так, да, они покончили жизнь самоубийством. Помню, это в 11-м году было, да. Ну, это известное выступление Ленина на кладбище, да, когда их хоронили там, да. Он там много чего рассказал про Карла Маркса, что потом цитировали в учебниках. А вот племянник Карла Маркса в 1191 году основал известную фирму «Филипс». Ну, вот «Филипсы» голландские – это родственники Карла Маркса. То есть, кто куда пошел, один был теоретиком капитала, а другой – практиком капитала. Ну, давайте еще поговорим о таких моментах, да. Вот говорят, что бедные, что у нас марксистов все время мучили, что Карл Маркс был всегда под запретом у нас. Это не совсем так, Саша. Российская империя, произведение Марса долгое время не запрещалось, а активно пропагандировались. В 1870 году в российском издании вышло более 150 рецензий на произведение Карла Маркса. С 1981 года, 1800, в Киевском университете, да, Владимирском университете, профессор Николай Зибер читал курсы лекции по экономической теории Маркса. То есть, говорит, что это запрещалось – это неправда. В 1981 году российская революционерка, известная Вера Засулич, написала письмо Маркса, в котором он спросил его объяснить, действует ли марксистская теория Саша в России. Для России. Вот то, что он написал. И он написал. Он считал, что его теория, Саша, базируется на немецкой, французской и английской социологии. А русская община является тормозом на пути к торжеству дела претерята. То есть, марксизм должен будет утвердиться сначала в Западной Европе, а потом уже в России. То есть, он писал не для России. Еще, по слухам, говорит, что я напишу про Россию отдельный том, про Соединенные Штаты Америки, про Россию Капитала. Не сподобился. Вот. Ну, и такая фраза. Мы только разрушители. Мы ничего не создаем. И когда совершенно уничтожим то, что не существует, то вы, господа философи-филантропы, вольны будете задавать на этой месте что хотите. Конечно, если мы это разрешим. Раз уж мы заговорили про революцию, то вообще сам процесс революции в воображении Карла Маркса, теоретика, как он должен был происходить? Может быть, он как-то одобрял терроризм? И вообще, как он к этому относился? Ну, Саша, ну это спорный вопрос. Да, давайте как бы... Я не хочу, конечно, туда идти. Но, в принципе, есть такая фраза. Да, кровавые муки родов нового общества имеют только одно средство, как это вести, да? Революционный терроризм. Но он понимал это, наверное, Саша, не как карт-бланш на расстрел или геноцид, как у нас в 90-е годы это все показывали, да? А, ну, наверное, он понимал это как революционность народа. Те силы и жертвы, которые, наверное, необходимо приносить при строительстве любого нового общества. По мнению Карла Маркса, кровь эта происходит абсолютно всегда при изменении классовой сущности, революции и так далее. Ты в самом начале упомянул, что он не был выкрестом, то есть он был... Нет, он был лютераном. Мы шесть лет его крестили, но это не потому, что там как-то содержали. Просто так получилось. Он вообще был верующим человеком или, конечно же, нет? Нет, конечно, Саша, он не был верующим, да. Какая самая известная фраза Карла Маркса про религию? Религия есть опиум. Для народа. Для народа, да. Так у нас все время говорили. Ну, Остап Бендер переделал ее, да, фразу. На самом деле у Карла Маркса немножко другая фраза. Давайте я ее процитирую. Религия – это вдох угнетенной твари, сердца бессердечного мира, подобную тому, как она дух бездушных порядков. Религия есть опиум народа. Ага. У Ленина в 54 томах можно найти взаимоскучающие фразы, которые были в разное время. Это, в принципе, нормально, когда человек в течение жизни меняет в том числе и некоторые свои взгляды. Он становится, может быть, чем-то мудрее. Но не все, конечно, и не всегда. Возраст, да. Влияние к сообществу, в котором он… Это, естественно, нормально. Поэтому, дорогие друзья, в одно время он считал так, я что-то процитировал, да, а в другое мог совершенно другое сказать, да. Так, я поняла, что он со временем и взгляд на российскую историю изменил. Нет, он не изменил. Вот про Россию он не изменил. Он всегда считал Россию страной, которая мешает его идеям. Поэтому он ее пытался гнобить, уничтожать. И всегда был анти… Да, и вокруг делали революцию, а вот Россия помешала. И в результате Россия его сделала в отличие от всех остальных. Ну, скажем так, что-то в этом есть, Саша. В том причине, что, например, в Венгрии была революция, и мы, Российская империя, в 1948 году, в 1949 году перешли границу и уничтожили это венгерское восстание революции в Трансване. То есть оставили власть Галпсургов. Поэтому, да, Каламарс мог так называть. Но, к сожалению, он называл так не только власть, но и весь народ. Отрицательно к нему относился. Славян он не любил. Потому что славянин, видите ли, имеет свой взгляд на какие-то вещи. Вроде, еще раз, вот здесь я как бы не знаю по некоторым данным. В одной из речей 1948 года Маркс объявил диктатуру пролетариата нелепостью. Хотя, как известно, Саша, это, наверное, именно эта идея стала основной коммунистической марсистской доктриной. А теоретики коммунизма утверждали, что текст этой речи сфабрикован. Но некоторые следы, например, Спербер, верят в ее подлинность. Но, еще раз, дорогие друзья, мы сегодня не пытаемся заклеймить Карла Маркса или, наоборот, его превознести. Просто мы говорим о тех проблемах, тех вопросах, которые есть в современной историографии о Карле Марксе. Одни считают фейком какие-то фразы, да? А другие считают, что нет, он на самом деле это говорил. Доказательства где? Ну, нет доказательств. Вот что писал Петр Аненков. Ну, русский, как бы такой представитель революционного народничества, да? И, ну, там, человек, который почитывал Маркса, он с ним встречался, да? Вот что он оставил о нем. Если бы он имел столько же сердца, сколько ума, столько же любви, сколько в нем было ненависти, я бы готов пойти за него в огонь и в воду, несмотря на то, что он не только различным образом давал мне чувствовать, но и в конце открыто выразил свое полнейшее ко мне пренебрежение. Вот это пренебрежение завенчали все. «Он есть единственный и первый между нами, которому я доверил бы право властвовать и не теряться в мелочах при великих событиях. Я сожалею только ради общей нашей цели, что этот человек наряду с выдающимся своим умом не располагал ни благородством, ни сердцем». Конец цитат. Ну, Мираб Мамардашвили, это известный такой философ, он учился в одно время и был хорошим знакомым Старейса Максимовна Горбачева учился на одном курсе. Как-то высказал такую фразу, что марксизм-ленинизм возник тогда, когда кто-то захотел очень сложные вещи вложить в очень простые головы. Ну, наверное, с этим можно, наверное, согласиться, да. Сергей, а вот в России были в конце XIX века очень популярные марксистские кружки, а где-то еще это вообще учение распространилось? Да, марксизм везде распространился, он стал везде популярен. Дорогие друзья, я хочу напомнить, что единственные три страны, которые, ну, четыре страны, да, из этих четырех стран, которые строят сейчас социализм активно, да, три страны находятся как раз в Азии. А в Азии, как известно, взгляды совершенно не европейские, да. Но они признали Карла Маркса за своего. Это Китай, это Корейская Народная Европейская Республика, ну и третий Вьетнам, он социалистически продолжает. То есть во трех странах, как бы это ни называлось, коммунистические партии продолжают руководить, ну и Кубу еще. Ну, Куба это отдельно, абсолютно, да. Но вот именно там он прижился, да, очень сильно. Я думаю, что учение Карла Маркса повлияло, на все повлияло, на все политические доктрины, которые были. Ну, социалистическая революция еще подтолкнула, конечно, да. И многие люди, которые там диктаторы, или люди, которые строили в своих странах какие-то цветущие какие-то идеи, да, не коммунисты, да, они все равно знали Карла Маркса и пытались что-то из него взять. Еще раз, если мы говорим о каких-то партиях, которые были в Африке, или в Азии, там, Индия, там, и другие, Карл Маркс, конечно, сыграл большую роль в том, что они там делали, там, пытались. Особенно в экономике. Ну, если мы помним вот такой популизм, который там предлагали марксисты, да, они были сильны в Латинской Америке, конечно, тоже. Сейчас бытует такое мнение, что капитал Карла Маркса и его учения актуальны как никогда. Да, абсолютно верно, Саша. Я не знаю, дорогие друзья, знаете об этом, не знаете. Саша, что-нибудь слышали про такой учебник, про такую идею, которая называется экономикс. Ты когда-то упоминал. Да, экономикс как раз это противостояние марксизму современной буржуазной философии экономики. Чем он отличается, да, учебник экономики, который был в 80-е годы от того, что... Там нет диалектического материализма. Ну, там нету, да, там нету того, что капитализм должен рухнуть, именно приобрести коммунизм. В экономиксе все заканчивается, как вся эта теория, заканчивается именно победой капитализма, как высшей стадии развития человеческого общества, да. Вот, понятно, кто давал деньги на эти учебники, да. Если мы посмотрим на эти учебники, которые написали там в Новосибирске, в Екатеринбурге, в Казани или там в Москве в каком-то высшем черном заведении, мы увидим, что они структурированы одинаково. Главы практически стоят одинаковые, да, и выводы тоже одинаковые, да. Но то, что кризис начался в 2008 году, показывает о том, что Карамастамок был прав во многом. Я считаю, конечно, его очень современным. И его идеи, его идеи, ну, может быть, без изменений человека там и прочее, да, экономически, они очень современные, и на них жизнется экономика. Ну, какие идеи самые главные? Прибавочная стоимость, Саша. Я не знаю, там, классовая борьба. Ну, вот в Англии сейчас объявили, что у них нету такого класса, как рабочий. То есть у них больше этого нет, поэтому лейбористская партия как бы, да, снимает эти вещи. Это все ерунда. Как только начинаются кризисы, все вспоминают о своей классовой сущности и принадлежности. Мы об этом, может быть, поговорим, но в следующий раз. Давайте, Саша, еще в заключении я вам прочитаю стихотворение Карлова. Наконец-то. Адские испарения поднимаются и наполняют мой мозг. Ну, это без рифмы, дорогие друзья. Пока не сойду с ума, и мое сердце в коне пенемирится. Видишь этот меч? Князь мы продал его мне. Мир должен быть разрушен с проклятиями. Я сдавливаю руками его упрямое бытие. И, обнимая меня, он должен безмолвно угаснуть. А затем вниз погрузиться в ничто. Совершенно исчезнуть. Не быть. Вот это бы была моя жизнь. Еще раз, дорогие друзья. Сколько здесь сарказма, юмора. Ну, это молодой Карл Макс написал. Молодой. Сколько правды, ну, каждый решает по мере своих взглядов, как говорится, да? Ну, вот это тоже наследие Карла Маркса. Ну, а что могло повлиять так на его именно поэтическую жизнь? Ну, он вел очень бурную студенческую жизнь. Дрался на дуэли, пил, ходил по девушкам, да, там, пугал бюргеров по ночам, там. Ну, студенческие такие развлечения были. Они всегда, там, студент в средние века, но еще в 19 веке, это хулиган в первую очередь, да. И студенту от простого, простого бывателя началось тем, что немцам немецкий император решил носить шпаги. Ну, и началось. Дуэли, драки и так далее и тому подобное. Ну, может быть, он просто красовался перед девушками. Девушки, хорошие девушки любят плохих мальчиков. Ну, да, бывает, случается. А в дальнейшем, когда он уже стал женатым человеком... Слушайте, он не писал, по-моему, стихов уже. Ну, нет, я не об этом. Я о том, что, в принципе, его семье пришлось очень нелегко же. Его постоянно откуда-то изгоняли. Да, фон Вестфален, она героическая женщина. То есть его выгоняли из многих стран, из Германии, из Бельгии, из Франции в свое время. За то, что он публиковал уже в своей книге или статье? Ну, за то, что он занимался революционной пропагандой. Ну, из Германии понятно почему. Из-за Новорейнской газеты, из-за революции. Из-за оскорблений королевских дворов. У него был острый ум, поэтому он не скупился на это все. Да. Кстати, что интересно, Саша. Ум-то у него был острый, но он практически не был профессиональным журналистом. Ну, с таким пером бойким, давай, иди в любые газеты и пиши там про что угодно. Но если не хочешь там на горло своей песни становиться, пиши про спорт. Можно найти. Ну, он предпочитал большие формы сразу. Капитал-то, капитал четыре тома. Вот как-то не сошлось. Единственное, единственное, что он вот, он писал в американские газеты, новости из Европы. Единственное, в общем-то, официальные деньги, которые он мог зарабатывать, это были как раз журналистика в США, которая его печатала, да. Но не всегда. Да, когда началась гражданская война в США, засвобождение рабства, как называемое, да, у нас была передача, он очень психовал, потому что Америке стало неинтересно новости из Европы. И поэтому сказали, нет, дорогой товарищ, пока не нужно. И он поэтому требовал, скорее бы их разбили, чтобы обратно я мог писать там про то, что происходит в Европе и прочее. Ну, человек, который очень сильно повлиял, особенно на нашу страну, Саша. А что бы, вот если предположить, допустим, что бы он мог сказать о том, что в нашей стране случилось после 1917 года? Хороший вопрос. То, что сделалось после 1917 года, называется марксизм-ленинизм, Саша. Все-таки ленинизм, он противоречит многим аспектам идей Карла Маркса. Например? Ну что ж, революция возможна в одной отдельной этой стране. Что авангардом коммунизма в мире будет Россия. Ну, примерно, да. А вот, дальше он критически относился к полной национализации об опечатлении всего. То есть, он тоже был противник. А у нас все-таки, да, даже мелкая буржуазия была уничтожена. Поэтому, еще раз, я так думаю, что Карл Маркс относился к Ленину отрицательно. Поставили бы их друг против друга, да, которые там начали подавлять друг друга. Политические дебаты. Да, 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 да. Ну, они сразу бы разошлись. Сразу бы разошлись. Потому что никто не хотел уступать. Все считали себя самыми умными. Единственный шанс подчиниться и полностью выполнять. Ну, как Аненков писал. Ну, так же, да, и большевики, да, мы за Ленина. Поэтому, если мы говорим о политической борьбе, Саша, между фракциями социал-демплинического движения в России, да, меньшевиками, большевиками, там, еще кем-то, да, это борьба не идеологическая борьба. Это борьба между лидерами этих движений. Мартова и Ленина, да. Мартов и Ленин были лучшими друзьями. Вот, да, ну, такой настоящий друг Ленина был Мартов. Но потом они разошлись, и старые друга ненавиделись. Это же другая история. Но Ленин все время вспоминал, что вот ему не хватает очень Мартова. Что просто поговорить, может, пиво попить, там, или еще что-то такое, вот, да. Но политика, политика и гордыня выше дружбы и политических каких-то вещей. Ну, с Энгельсом у них были, тем не менее, у Маркса с Энгельсом, уже возвращаясь к Марксу, были хорошие отношения до конца жизни Маркса. Да, конечно, конечно. Это не были два равных политика и два равных философа. То есть Энгельс свои, как бы, идеи не пропагандировал? У них все были свои идеи, там, о частной собственности, труде, ну, вот, да. У него много исторических вещей, очень интересных и верных, да. Но он всегда понимал, что он всегда второй под Карлом Марксом и никак по-другому. Он не говорил, что я тут главный, да. У него, может, амбиции таких не было, как были у Карла Маркса. У Карла Маркса были очень большие амбиции. Ну, человека из провинции, притом еще человека достаточно бедного, да. Человека, которого, да, ну, знал, что отец пошел против своих, скажем так, своих предков, да, дедушка у него был раввин. Вот, и ушел от религии, ну, для бизнеса своего, да, стал лютеранином. Возможно, поэтому Карл Маркс и не любил своего отца. А, то есть так бы он стал сам раввином? Ну, возможно, был бы сын своего народа. А здесь, как бы, их заставили жить по-другому. Но мы, с другой стороны, Саша, мы говорим, что он всегда Германию поддерживал. Да, ему всегда устраивали немцы, да. У него не было такого антинемецких в стране, он не был никогда антирусских, антиславянских, пожалуйста, сколько угодно. Ну, вот как ты говорил в самом начале, что он был по характеру, по сути, немец до кончиков ногтей, буквально. Да, да, да. Хороший, плохой человек. Сложно, дорогие друзья, сказать, да. Еще раз, вы каждый для себя ответите на этот вопрос. Но в сегодняшней передаче я просто хотел вам осветить то, что вы, наверное, не знали. Саша, для тебя были новости, то, что я сказал? Конечно, потому что я училась в советской школе, в советском институте, и, естественно, все это преподносилось немножечко по-другому. Конечно. Нет, то, что я говорю, стало известно уже после 91-го года. Ну, так вот активно, да. Понятно, что об этом не любили говорить. Спасибо, Сергей. Ну, а теперь наша постоянная рубрика, в которой историк Сергей Виватенко отвечает на вопросы наших слушателей. Вопрос от Александра. Расскажите о том, как появилась военная фуражка, в каких странах были фуражки, как менялись, где существуют до сих пор, и, если возможно, расскажите о других популярных военных головных уборах. Ну, давайте так, Саша. Как ты думаешь, фуражка – это слово какого происхождения? Немецкое, французское. Фураж, да? На самом деле, это русское слово. Да. Ну, просто это, еще раз, фуражку придумали в России при Павле I. При Павле I, да, нужен был головной убор. Ни парадно-выходной, ни боевой, да, которым можно заниматься чем-то. Ну, сборкой фуража, например. То есть, с косой ходить, да, или закупать где-то в деревнях и прочее. Павел I приказал сделать какой-то головной убор из старого изношенного мундира. Это сейчас для нас фуражка – это козырек и тулья, да, который там стоит. А в то время это были в основном колпаки. То есть, первые фуражки – это были вот такие сделаны колпаки. Потом, уже в 1811 году, фуражка стала головным убором только без козырька. Она была в армии и во флоте, да. Потом появился козырек и та фуражка, которая у нас сейчас считается, да. То есть, это наше изобретение, наше изобретение, которое потом переняли некоторые другие. Ну, почему? Она удобная, она красивая, она утилитарная, да. Поэтому, скажем так, она стала во всем мире. И слово фуражка – это слово звучит только в русском языке. И, возможно, еще в белорусском. Во всех остальных языках, в том числе на украинском, называется кеппи. Кеппи – это вообще другая вещь. Это бестульи. Фуражка бестульи. Это мы такое делаем разношение, да. А французская кеппи или английская кеппи – не кепка, а кеппи. Ну, генерала де Голля. Это тоже вид фуражки, только бестульи. Поэтому, да, это вот наше изобретение, которое у нас появилось. Что еще носят? Ну, каски какие-то носили, тоже понятно. Кстати, каску тоже придумали, в принципе, в России в середине 19 века, да. Беретта, конечно. Беретта – это такой французский, шотландский головной убор, который шапо называется. Пилотка. Пилотка. Пилот – это пилатер де, не помню, как его фамилия, французский, один из первых воздухоплавателей. Был фамилий пилатер. Поэтому головной убор назывался пилоткой. Как вы понимаете по названию, это было в основном для авиации. В первую очередь, у шотландцев еще она была распространена. Потом она стала пользоваться популярностью пилотка не только в авиационных частях, но и в подводниках. Потому что там не нужна большая фуражка, да, чтобы она не мешала. А потом уже распространилась уже на всю армию. Ну, а пилотки сейчас отказываются. Только где-то в южных местах пилотки еще есть, да. То есть головные уборы различные. Главное на головном уборе – это знак отличия. Твой, да. То есть это кокарда, как сейчас называется, да. Для того, чтобы точно определить, это военнослужащий наш или не наш. Еще без козырку вспомнила. Ну, без козырка, конечно, тоже, да. Без козырка – это тоже фуражка, только без козырька. Ну, а теперь переходим к нашей исторической викторине, в приз для которой предоставлен издательством Витановой – это книга. Хорошо изданная, красивая книга. Итак, Сергей, в прошлый раз у нас была программа про русско-турецкую войну. Напомни, пожалуйста, вопрос, какой у нас был. Саша, да, вопрос был, я думаю, простой. У какого культового сооружения Санкт-Петербурга находится памятник, посвященный русско-турецкой войне 1977-1978 годов? У Измайловского собора. Если, Саша, знаешь, там при помощи пушек такая пирамида, да. Правильный ответ – Измайловский собор. Так, я думаю, что правильный ответ есть, так ли, Саша? Да, у нас есть победитель – это Владимир Муравьев. Наши поздравления. Книжка очень хорошая, я думаю, вы получите удовольствие и от вида этой книжки, и то, что там написано. Ну, а теперь новый вопрос. Да, но сейчас новый вопрос. Еще раз напоминаю, дорогие друзья, мы сегодня с вами говорили о Карле Марксе. Вопрос, я думаю, тоже достаточно простой. Назовите столицей какой автономии в нашей стране являлся город Маркс? Ваши ответы отправляйте на электронный адрес радио VIVAT собака mail.ru, либо вступайте в наше сообщество ВКонтакте и в личном сообщении Сергею Виватенко или мне, Александре Ромашовой, вы тоже можете отправить ваш вариант ответа на этот вопрос. Ну, а на сегодня все. Это была программа VIVAT История. Спасибо и до встречи через неделю. До новых встреч, дорогие друзья. Слушайте нашу передачу «Любите историю и страну». ВИВАТ История